Привет, дорогие друзья! Наступило сегодня, а это значит время изучать Библию. И Новый Завет говорит о том, что всем людям положено однажды умереть, а потом будет суд. Все люди предстанут на суд перед Богом. И на суде в отношении каждого человека будет произведено Богом решение. Человека ожидает в вечности какая-то участь. Кто-то пойдет в жизнь вечную, а кто-то будет осужден, потому что не веровал в Бога, не верил в Иисуса Христа, остался и был грешником. И вот я хочу в данном видео, в данном уроке рассмотреть, какая же участь ожидает людей нечестивых, людей грешных, людей неверных, людей неверующих. Людей, которые не приняли Иисуса Христа своим Господом, своим Спасителем. И сегодня есть какие-то разные мнения по этому поводу. И сегодня многие-многие люди, они открыто заявляют о том, чтобы церковь долгие годы была обманута. О том, что доктрина о вечных мучениях это доктрина ложная. Сегодня люди говорят о том, что когда после суда, вечного суда, люди будут брошены в озеро Огненное, они просто, они сгорят и все. Потому что Бог есть Бог любви, потому что есть Бог добрый. Вот, они не будут мучиться вечно, потому что Бог не, он добр, он не хочет смотреть на вечные мучения людей. Они просто, эти люди грешные, они исчезнут. А есть также и те люди, которые говорят, что в принципе, когда все придут на суд, то Бог, он настолько любит, то он, ну, простит всех. Он помилует всех, потому что он есть любовь. И даже грешники нечестивые, все прибудут с Богом и в Боге. Я хочу, друзья, тщательно рассмотреть вот этот вопрос. Про вечные мучения. Будут ли они, и вообще, будут ли они вечными мучения? Или они будут какими-то кратковременными? Или как вообще по этому поводу вообще Библия говорит? Ну что ж, начнем, друзья. И первое послание Петра, 3 глава, с 18 стиха. И здесь апостол Петр вот что пишет. Потому что и Христос, чтобы привести людей, привести нас, людей, к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал. И некогда непокорным, ожидавшим их долготерпению Божию водниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Иисус умер на кресте. Иисус Христос пострадал на кресте. Он принял страдания. Он принял смерть за наши грехи. Он был наказан за наши грехи. Для того, чтобы мы, верующие в Него, верой вот в это, покаянием и верой вот в этот факт, что Иисус пострадал за нас, мы получили милость и прощение и не страдали, не мучились. И Иисус, Он пострадал, будучи умершленным по плоти, но потом Он ожил, ожил духом. И этим же духом Он, находящимся в темнице, духом сойдя проповедовал. То есть, когда Иисус Христос умер на кресте, Он сошел куда-то в темницу, Он сошел куда-то в преисподние, то есть в подземные места, в некую духовную реальность. И там проповедовал духом людей, которые до этого умерли во время Ноевого потопа, которые были осуждены Богом. Это непокорный стих 20, Он проповедовал непокорным, а ожидавшему их Божию долготерпение людям. Люди были непокорны Богу. Бог добр, Бог долготерпелив, Бог любит их. Бог пытался спасти этот мир до Ноевого потопа, который был. И Ноя строил ковчег долгое время, но это была проповедь Ноя тем людям, что есть Бог, что нужно покаяться, перестать жить развратно. Но люди, они были непокорны ожидавшему их Божьему долготерпению и погибли. И когда Иисус сошел туда, в темницу, вместо заточения этих духов, умерших людей, то есть тела мы знаем, люди умерли, тела разложились, тела сгнили. Тел нету как бы сегодня, но в последнее время перед судом они воскреснут, эти тела, и предстанут на суд, когда человек полностью, как дух, душа и тело, предстанет на суд перед Богом. Вот, и, но в темнице находятся пока духи, тела мертвы, духи, душа и дух находятся в темнице. И Иисус вошел туда, в темницу, в это время, в это место предварительного заключения, и там проповедовал. То есть буквально проповедовал означает провозгласил. Он провозгласил, что он Господь, что он царь, он владыка, и он провозгласил там свою власть в темнице. Вот, и в первом Петра четвертой главе написано, что, говорится дальше, про грешных людей, и стих пятый, они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Скоро будет Иисус судить и живых, и мертвых. Что это означает? Это означает, что некоторые люди, они до суда, они до пришествия Господа Иисуса Христа, за которым последует суд, они доживут. Они доживут, и это будут христиане, верующие христиане, которые будут живыми, восхищены Иисусом. И они прицанут на суд. Церковь прицанет на суд, об этом пишет Петр в этой же четвертой главе, что в 17 стихе время начаться суду с Дома Божия. Если же с нас, пишет Петр, то есть я апостол, часть церкви и вся церковь, если же с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию? То есть суд будет, и на церкови будет процесс суда, конечно же, но верующие, они в коричном итоге не приходят на суд и не пожнут итог, приговор осуждения. Суд как кару, как возмездие не пожнут, а будут помилованы и спасены. Но они будут судимы, и стих 5 говорит об этом, 4 главы Петра. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. И мертвые тоже будут судимы. Все, кто когда-либо умер, будут воскрешены в теле и предстанут пред Богом, чтобы быть судимыми. И дальше. Петр продолжает 6 стих 4 главы Петра. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвержившись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом. И мы видим, что мертвым было уже благовествуемо. Евангелие было проповедано мертвым. То есть до пришествия Иисуса Христа, до Его рождения, люди многие умирали. Они были мертвы, их тела умерли, они мертвы. Но Дух и Душа находятся в каком-то месте, в какой-то духовной реальности и пребывают там в ожидании воскресения тел, в ожидании суда и так далее, вечной участи. И когда Иисус умер на кресте, то Он Духом спустился туда, в эти места предварительного обитания душ. И Он там благовествовал. То есть Он там нес Евангелие. Для чего? Для того, чтобы как бы спасти этих людей, как некоторые думают. Иисус пришел туда, как бы в ад, в преисподнюю, чтобы спасти людей, потому что Он любит, Он не хочет, чтобы люди там были. Нет, смотрите, написано, что мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом. Жили по Богу Духом, а жили Духом. Это говорится про верующих людей. К тем, например, Нойсам, Авраам, другие люди, праведники Ветхого Завета, которые жили за поведями Божьими. И они приносили кровные жертвы, которые являлись сегодня, являлись всегда намеком на эту великую, удивительную жертву Господа Иисуса Христа. Авраам приносил ягнят в жертву, принес этого овна в жертву Господу. Вы помните, когда он сына своего принес в жертву, то Бог говорит, я усмотрел себе агнца, и Авраам принес овна в жертву Господу. И Авраам до конца понимал, или не понимал, или чуть-чуть понимал, или отчасти понимал, что все это является прообразом на ту грядущую, удивительную жертву, которая совершилась в умершлении Иисуса Христа на кресте. И Иисус огнец, Иисус ягненок, закланный за грех мира. И все люди Ветхого Завета, но и другие-другие люди, приносившие жертву Богу, кровные жертвы, живущие по заповедям, они не понимали в большинстве, или немножко, чуть-чуть, чуть-чуть понимали, что это образ какой-то будущей, совершенно удивительной жертвы, которая явилась в Иисусе Христе. И когда пришел Иисус туда, Иисус умер и пришел к ним туда, спустился в это место их предварительного заключения, как бы обитания их, он там, во-первых, что сделал? Он провозгласил суд, суд, свою власть и суд для непокорных людей. Потому что Библия говорит, что люди входят в Царствие Небесное только через Иисуса Христа. Никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. Чтобы Ной, Авраам, чтобы другие люди, Иов, попали в небо, попали к Отцу Небесному, нужен вход, Иисус Христос. Поэтому, когда Иисус пришел, Он сказал им, благовестовал, Он говорит, Ной, помнишь тех горлиц, которых ты приносил в жертву кровных? Помнишь тех ягнят, которых ты приносил? Это прообраз на меня, и кровь это образ моей крови. Ты веровал в эту тень, в эти маленькие прообразы, не понимая до конца, это значит, Ной, ты верил в Меня. Вот тебе полнота Евангелия, пойдем в Царствие Небесное. Он благовествовал этим умершим праведникам, чтобы они имели вход в Царствие Небесное. Он разъяснил им Евангелие, суть всего. Вот, они как бы верили в Евангелие, как бы, принося кровные жертвы, не понимая сути Евангелия. Он разъяснил это все. Вот, и они подверглись суду по человеку плотью, но жили по Богу Духом. Бог не сотворил людей, чтобы они умирали, Бог сотворил людей жить вечно. Но человек согрешил, греховная суть, греховная природа вошла в человека, и он стал грешить, он стал грешником, потому что он человек. Человек рождается уже грешником, и человек стал грешить. И, что произошло дальше, и человек умирать стал, люди стали умирать, и подверглись суду по человеку плотью. Суд для всякого человека рожденного, это смерть в конечном итоге, потому что он человек, находится в греховном теле. И даже праведники Ной, Иов и другие праведники, они подверглись суду по человеку плоти, чтобы быть воскрешенными в новом теле и жить по Богу Духом. Быть оживотворенными сверхъестественным Духом, который сойдет на них и воскресит их из мертвых. Коротко говоря, для чего я это говорю. Иисус спустился туда в ад, в преисподние места, для того, чтобы забрать души умерших праведников, донести им Евангелие. И провозгласить суд и свою власть над непокорными, которые остались непокорными. Возможности перейти оттуда-туда из состояния непокорного в состояние в Царстве Божьем невозможно. Об этом Иисус говорил в Луки 16 главе, в рассказе про Лазаря и богача, где он говорит, что, там, Абраам говорит, что хотящие перейти от нас к вам не могут и от вас к нам тоже. Все уже невозможно. После смерти невозможно принять решение. Поэтому Иисус, я пойду, он не забирал, он не нес Евангелие здесь для спасения, имеется в виду, для спасения этим нечестивством непокорным. Он пришел к непокорным, они тоже слышали Евангелие, он сказал, видите, Ной строил ковчег и вошел в него. Ковчег, это был образ на меня. Вот ты, Ной, поверил в ковчег, ты сделал ковчег, это я ковчег сегодня, во мне сегодня спасаются, вошедшие в меня, во Христе Иисусе, вошедшие во Христа, тот спасается. Ной, ты не понимал этого, но ты верил в Евангелие. Не понимая его, ты спасен. А вы не поверили в ковчег, вы не пошли в ковчег, вы не построили ковчег, вы не вошли во Христа, вы осуждены. Не верующий во Христа осуждается, уже осужден. Вы осуждены, он говорит этим людям, потому что не веровали во Христа. Как мы не веровали во Христа? Вы не поверили в ковчег. Ковчег, это маленькая тень, намек на меня, Ной поверил. Вот таким образом. Давайте смотреть дальше. 1 Петра. 2 Петра 3 глава. И здесь смотрите, что написано. А стих 6. И тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Вот будет огонь, сойдет с неба и все сгорит моментально и все исчезнет. Нечестивые сгорят и исчезнут. Но здесь говорится не про вечный суд. Здесь говорится про происшествие дня Господня, про происшествие Иисуса. Стих 10, 3 глава Петра. Придет же день Господень неожиданно, как вор приходит ночью. Тогда небеса, что произойдет? Небеса шумом придут. То есть будут падать звезды, метеориты, будут громы молнии, будут страшные землетрясения. Небеса шумом придут, исчезнут. Стихи, то есть все вещественные материи этой вселенной, они разгорятся и разрушатся. Земля, земля и все, что на ней сгорит. Это день пришествия Господа. В этот день будет уничтожена вся земля. Уничтожены все люди, которые нечестивые. Стих 7 день суда и погибели нечестивых человеков. Когда Иисус с неба сойдет, то мгновенным образом мертвые, которые в Иисусе верующие умерли, они воскреснут. Воскреснут все. Все праведники, они воскреснут и будут восхищены. Но и Авраам, которым Иисус донес уже Евангелие, сойдя к ним туда, в эту духовную реальность после своей смерти, они все воскреснут. Воскреснут и встретят Господа. И так всегда с Господом будут. И после этого мгновенным образом все-все люди, они увидят Иисуса Христа, пришедшего с неба, они заплачут, возрыдают. Почему? Потому что нет уже возможности покаяться. Потому что поняли, что напрасно не веровали, напрасно были нечестивыми. И тогда огонь с неба сойдет и уничтожит всех этих людей. Они погибнут физически, телом, и физический мир, земля, и небеса, и космос. Все это будет уничтожено. Вот. Так мы читаем у Петра. Все очень просто. Но это не говорится о вечной каре, о вечном суде, о вечном приговоре, озере Огненном и прочем. Люди говорят, которые сторонники вот этой теории, что будет как бы, будет суд и будет какая-то кара, люди сгорят и все, исчезнут и так далее, их не будет. Они говорят, но вот вы говорите, озеро мучения вечные, огонь в озере Огненном вечный. Но ведь слово вечный там в Библии, оно часто встречается и не всегда это означает вечный. К примеру, в Бытие 17 главе Аврааму был дан завет от Бога, завет обрезания. И этот завет обрезания в Бытие 17 главе назван заветом вечным. Да будет этот завет вечным на теле вашем в роды и роды. Всякий, кто не обрежется, истреблен будет. Видите, завет вечный, а потом новый завет пришел, и уже мы читаем, что в принципе обрезание, оно не нужно. Не нужно обрезываться сегодня. Как это возможно? Завет вечный, не вечный? Знаете, давайте поймем очень просто. Обрезание, это завет вечный. Это навсегда, это вовеки. На небе тоже будет обрезание. Просто с приходом Иисуса Христа, с приходом Евангелия, открылся истинный смысл обрезания. Произошла реформа. Мы читаем в Новом Завете, что сегодня обрезание Богу, это обрезание не на теле физическом, а обрезание греховности плоти. Когда ты отрезаешь не частичку своего тела физического, а греховность от себя, отказываешься от греховности, обрезаешь себе греховность. Принимаешь на себя снятие греховного тела плоти. Иисус умер на кресте и забрал твою греховную сущность, способность, желание и силу грешить. Он забрал, убил это на кресте, он обрезал тебя на кресте. Ты принимаешь это, снимая с себя греховность. И это обрезание на теле твое. Потому что греховность это не физическое обрезание, а духовное обрезание, которое тоже действует в теле. Грех действует в теле. И нужно, чтобы тело не грешило под воздействием греховности внутренней. И это обрезание в теле тоже твое. То есть другими словами, вот эти вот заповеди многие в Ветхом Завете о Скинии, допустим, о храме, заповеди вечные, они вечные остались, и на небесах будет храм. Но открылся истинный их смысл. Снялась завеса, пелена вот эта, которую люди пока не видели с приходом Христа. Обрезание оно есть. Обрезание это мы, служащие Богу Духом, Новый Завет говорит. Мы на небесах будем служить Богу Духом. Обрезание будет на небесах. Обрезание Завет вечный. Все заповеди Скинии это Завет вечный. Уставы вечные. Но открылся их духовный смысл, как и в Евреям 10 главе сказано, что эти заповеди, эти установления были даны до времени исправления. Или в греческом до времени реформ. Пришли реформы. Пришло диорт хосис. Преобразование реформа. Открылся истинный смысл всего этого. То было время подготовки, а сейчас понимание истинное пришло. Вот в чем суд. Поэтому все эти заповеди, они вечные. И обрезание Завет вечное. Повторюсь. Сторонники этой теории, которые говорят, что мучения не будут вечными, они приводят пример послания Иуды. В 7 стихе Иуда пишет, что про нечестивых людей говорят, что как Содом и Гомора и окрестные города, подобно им, блудодействующие и ходившие за иную плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Ну, говорится про блудодействующих ангелов. И как Содом и Гомора, люди в Содоме и Гоморе, в городах, они занимались блудодейством, развратом сексуальным. И они подверглись казни огня вечного. Поставлены в пример, так точно так же будет сими мечтателями. То есть, говорится, как было с Содомом и Гоморой, так будет и с грешащими сегодня. Ну, а как было с Содомом и Гоморой? Они подверглись казни огня вечного. И сторонники теории, что не будет вечных мучений, говорят, смотрите, казнь огня вечного. Но ведь там огня Содома и Гомора мы сегодня не видим. Это как бы вечный огонь, но он не вечный. Слово вечный не это означает. Но давайте поймем, что огонь вечный, который был в Содоме и Гоморе, он там несколько минут был, он с неба сошел огонь. Это не естественный огонь. На самом деле, вот под землей есть огонь, там есть лава, там есть ядро земли и так далее, магма и так далее. Это естественно, если из под земли выходит огонь. Но когда с неба падает огонь, в принципе, это не очень естественно, потому что на небесах огня такого, огня там серый, ну там, такого физически, это невозможно, это сверхъестественный огонь. Давайте поймем, что огонь, который сошел на Содома и Гомора, это был огонь вечный. Это озеро огненное, вечное озеро огненное, которое постоянно горит серую, пламенем. Из него был взят огонь и выброшен в физическую реальность этого мира. Огонь вечный, он вечно горит, он вечно горел, но часть его сошла на землю и попалила все, разрушила все. Но огонь продолжает быть вечным, он продолжает воспламеняться. Это огонь из вечности. Это вечный огонь, который в вечности, из духовной вечной реальности, вошел в физическую реальность и попалил Содом и Гомору. Точно так же этот огонь вечный, который вечный, он попалит всех остальных нечестивцев, которые сегодня живут и будут жить. Вот и все. Все очень просто. Евреям 6 глава, сторонники что еще говорят? Евреям 6 глава, и здесь говорится, что автор послания Евреям пишет. Посему оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не ставим снова полагать основания обращению от мертвых дел, вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Есть учение о суде вечном. Суд вечный. И они говорят, смотри, на небесах суд, он что будет вечно что ли, всю вечность? Бог восяет на престоле суда, и он что, вечно будет судить, всю вечность судить и судить? И этот судебный процесс так и не закончится? Значит, не то означает слово вечный в Писании, и огонь вечный, и муки вечные, не это означает в священном Писании. Друзья, да, очень важно понимать, о каком суде вечном здесь говорится. Есть понятие в Библии, но, знаете, слово суд означает судебный процесс. Суд. Совершился суд, был судебный процесс. Суд над Иисусом у Пилата какое-то время был. Суд. Но есть суд над Иисусом, это приговор, когда Иисуса распяли, Иисуса убили. Понимаете, слово суд в Писании означает или процесс суда, или приговор. Приговор был вынесен суд, было совершено такое судебное решение. Суд Божий сошел. И иногда это процесс, а иногда это результат. И здесь суд вечный, это приговор, это вечный суд, это вечное судебное решение. И кто-то будет судебным решением приговорен к благам, к жизни вечной, а кто-то судебным решением к вечному приговору, который есть гено огненное, озеро огненное. Суд он вечный, приговор, который будет на судебном процессе, он вечный. Это суд вечный, это судебное решение, которое вечное. Есть суд вечный, есть судебное решение или судебные решения, которые приговоры или приговор, который будет вечный в жизни каждого человека. Вот и все. И об этом суде вечном, о вечном приговоре Иисус, сам Иисус Христос в Матфея 25 главе четко и просто говорит. Матфея 25 глава, и здесь говорится о том, о пришествии Господа Иисуса, когда Он воссядет на престоле славы Своей, чтобы судить всех людей. Когда Иисус придет, Он сядет на престоле судить. Когда Иисус придет, будет суд. И мы читаем об этом в Евангелии от Матфея 25 главе, что сначала происходит суд, судебное решение, судебный процесс и судебное решение, которое вечное. Процесс не вечен, судебное решение вечное навсегда. Над праведниками Иисус говорит, стих 3-4, тем, которые по правую сторону Его, придите, благословенные, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Итак, суд. Они говорят, почему ты нам такое даешь? Потому что вы накормили меня, напоили меня, а когда мы накормили, напоили тебя, а вы сделали это ближним своим, братьям моим меньшим. Итак, судебный процесс длится недолго. И судебное решение, суд на всю вечность, наследуйте царство, живите вечно в царстве. Итак, суд сначала происходит над верующими. И дальше, 41 стих. И продолжается суд, и уже он в другой группе людей, неверующих, неверных вернее, непослушных. Он говорит, тогда скажите и тем, которые по левую сторону идите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. И вот происходит судебный процесс и судебное решение. И какое судебное решение, какой суд, какой приговор. Идите в огонь вечный, который приготовлен дьяволу и ангелом его. Знаете, озеро огненное Бог приготовил в принципе не для людей, не мечта Бога, чтобы люди мучились. Но люди сами отвергают Бога и потому-то туда идут. Цель Бога, цель создания озера огненного была для дьявола и ангелов его. Но слушающие дьявола, живущие по дьявольским решениям и желаниям, и слушающие ангелов дьявола, бесов, пойдут туда. Огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Огонь вечный. Вот этот огонь будет вечным, это понятно. И происходит судебный опять процесс. Они говорят, почему ты туда нас отправляешь, за чего? Потому что вы то-то и то-то не сделали, он говорит им. И стих 26, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. И вот вечный приговор, вот суд вечный. Часть людей идет в жизнь вечную, а часть идет в муку вечную. Вот какая мука вечная, такая жизнь вечная. Какая жизнь вечная, такая мука вечная. Жизнь, она вечная, мы понимаем, там будет жизнь вечная. Ну и будет вечное существование, которое не назовешь жизнью. но которая будет мукой постоянной, вечной. Какая жизнь вечная, такая мука вечная. Жизнь не будет на небесах кратковременной, она будет вечной. И мука будет такой же у этих людей, они будут мучиться вечно. Идите в муку вечную, вы будете мучиться вечно. Вы будете в муку, мучение, боль эту, переживать духовную, физическую, в совокупность всей боли, какая только есть, вечно. Те будут наслаждаться и жить, наполняться жизненными силами, радостью, любовью, миром, вечно. А вы будете мучиться вечно. Совокупность, самая сильная боль, совокупность всей боли, какая только есть на земле, это будет маленькая капелька по сравнению с тем, что там человек будет переживать. Также и счастье, которое сегодня здесь человек переживает, это будет маленькая капелька по сравнению с тем, что там человек переживает. Мука вечная будет, вы будете мучиться вечно, вот и все. Давайте дальше смотрим. Откровение 14 глава. Откровение 14 глава и я прочитаю со стиха 9. И здесь вот что написано. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Такое настоящее продолжимое, будущее продолжающееся время. Будет мучим, не помучается, а будет мучим в огне и серии пред святыми ангелами, пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Смотри. И говорят, нет, здесь они не мучатся будут, здесь просто дым будет. Они сгорят моментально, но дым будет восходить во веки веков. И дым, во-первых, дым мучения их. Они будут продолжать мучиться, их мучения будут рождать дым. Они будут гореть вечно, их горение, вот это мучение в огне, будет производить дым. Где огонь, там и дым. Мучение будет продолжаться и дым от мучения будет продолжаться восходить. потому что мучение будет вызвано огнем, который будет их сжигать, сжигать, сжигать всю вечность. И дым будет, дым это от продуктов горения происходит. Они будут вечно гореть, и дым восходить будет от их горения. Они никогда не сгорят. Они будут вечно гореть, но никогда не сгорят, и этот дым будет восходить, восходить и восходить. И дым мучения их будет восходить в воде и кирюков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Сначала написано дым мучения их, а потом они будут не иметь покоя ни днем, ни ночью. Они будут оставаться, они будут как бы жить, но это не жизнь, это жизнь не назовешь, это существование смерти, существование мучений, это не жизнь вообще. Вот, и они не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, метафора. То есть это говорится о продолжительном времени, бесконечном, где нет конца, продолжительном времяпрепровождении. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Те, кто поклоняется зверю и принимает начертания на себя. И дальше здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Чтобы не попасть в место вечных мучений, нужно соблюдать, сохранять веру в Иисуса и заповеди, приказания Божьи. Соблюдать заповеди Бога, жить по Слову Божьему, жить по Библии и верить в Иисуса. Вера в Иисуса дает тебе силу жить по Библии. Тогда ты не будешь вечно мучиться и страдать во веки веков, ни днем, ни ночью не имея покоя. И мучасть, и дым от твоего мучения не будет восходить тут. Вот. Я продолжаю дальше. Откровение 19 глава 20 стих. И здесь вот что сказано. «И схвачен был зверь, а это человек греха, сын погибель, это человек, это антихрист, он будет человеком, некий человек. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк тоже человек, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серое». Живые. Кто-то говорит, зверь это просто система, лжепророк это просто система, это живые люди, это живые личности. Павел четко писал про антихрист, он говорит, это человек греха, это не система, это человек греха, это сын погибели, это личность, просто человек. Демонизированный человек, и лжепророк тоже человек, они живые, брошены в озеро огненное, горящее серое. И дальше написано об этом в стихе 10. «А дьявол, прельщавший их, вершин в озеро огненное, серное, где звери, лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Дьявол, лжепророк, зверь, брошены в озеро огненное и будут мучиться во веки веков. Четко написано, прямо написано. Человек антихрист, человек лжепророк и дьявол, они будут мучиться в озере огненное день и ночь, во веки веков. Постоянно, бесконечно, без конца всякого. Это будут вечные мучения. Хорошо, я продолжу дальше. Евангелие от Марка, Марка 9 глава. От Марка 9 глава. И здесь вот что сказано. Иисус говорит, стих 2-3. «Если соблазняет тебя рука твоя, теки ее, лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену в огонь неугасимый». Огонь никогда не угаснет. Огонь неугасимый, где червь их, этих людей нечестивых, не умирает и огонь не угасает. Червь их. То есть, червь останется червем их. То есть, их вечно будет пожирать черви в этом озере огненном. Это озеро огненное. Это озеро мучений. Туда люди будут брошены. Их будет грызть червь и сжигать огонь. И червь их не умрет. У него всегда будет пища. Потому что всегда будешь ты, которого можно грызть. Но не ты, слава Богу, ты, если ты же веришь в Господа Иисуса, ты же покаялся во грехах, ты же соблюдаешь веру сегодня и заповеди Божьи. Если нет, то есть время покаяться. Есть время примириться с Богом. Есть время избежать этих вечных мучений и быть с Господом всегда. Но червь их не умирает, огонь не угасает. И дальше в 45-46 стихе Иисус повторяется, где червь их не умирает, огонь не угасает. И в 48-м, где червь их не умирает, огонь не угасает. Люди будут как бы изъеденными червями, их будут пожирать черви постоянно. И сжигать огонь постоянно. И это будет вечно. Это будет вечно. Гиена огненная, это вообще, откуда этот образ, эта метафора у Иисуса, как бы, да, или это аллегория у Иисуса, это сравнение, это было возле Иерусалима, за стенами города, это был определенный пустырь, определенная долина, где в свое время там сжигали детей, вот, и это была проклятая долина, и туда в конечном итоге, там никто не жил, не поселялся, сделали там помойку. И туда сносили трупы убитых животных, всякий мусор, трупы преступников, разбойников, и все это гнило в жаре, в жарком климате Палестин, там было много червей, страшная вонь, и чтобы не было этой вони, это все поджигали, это все горело, это вечно тлело, горело, там были черви и огонь. И отсюда Иисус сделал этот пример, чтобы рассказать о вечных мучениях, это вечные мучения, смрад и ужасы, и Иисус, говоря об этом, что червь их не умирает, огонь не угасает, он брал и цитировал пророка Исаию, 66 глава, который говорит о том, что будет в вечности. Исаия пророчествует, стих 22, 66 глава Исаии, ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будет пред лицом моим, говорит Господь, так будет семя ваше и имя ваше. Здесь Господь говорит о новом небе, о новой земле. Старое все будет сожжено и уничтожено, и сверху, свыше сойдет новое небо и земля. Так говорится в книге Откровений также. Это некая духовная реальность. Вот все, что здесь будет уничтожено, и будет новое обиталище, и люди верующие будут жить на новой земле, там обитает справедливость, там нет греха, там город небесный, Иерусалим, там тьмы ангелов, это небесное обиталище, небесное жилище наше. Вот. И как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будет пред лицом моим, так, говорит, будет семя ваше и имя ваше. Вы всегда будете там на небесах, вы всегда будете, вечно будете предо мной, пред лицом моим. Вот счастье в чем человек будет пред лицом Бога в вечность проводить. Стих 23. «Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботы будет приходить всякая плоть пред лицом моим на поклонение, говорит Господь». На небесах не будет времен, время уже не будет, там не будет субботы, понедельника, среды. Но здесь как бы пророк метафорически говорит, чтобы люди примерно могли понять, что будет как бы постоянная суббота, постоянное время отдыха с Господом, время поклонения Богу. То есть из месяца в месяц тоже это метафора, там не будет месяцов, времен, года и так далее. Там будет вечность, даже без времени, без понятия времени. То есть здесь метафора, чтобы люди понимали, читая, что постоянно будет суббота, постоянно месяц будет, и люди будут пред лицом Господа приходить на поклонение, будут всегда Господу поклоняться. И дальше стих 24. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня». И что еще будет в вечности этой? Вот вечно будет, пред лицом Божьим человек будет, да, праведники будут. Вечно. И вечно будут поклоняться Богу. И будут выходить, как бы, приходить Господу на поклонение и выходить, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня. Ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет. Это будут живые как бы люди, но они будут трупами. Понимаешь, там, это не назовешь жизнью. Вот эта духовная смерть, которая будет там, когда человек будет гореть просто, не только тело его, но его будет терзание души, совести, духа, все мучения духа, души и тела будут совокупно в нем. Вот. И он будет труп, он будет живой труп, это будет зомби, живой труп, который будет гореть. И говорит, червь их не умрет, огонь не угаснет. Отсюда Иисус взял эти строки. Червь их не умрет, огонь не угаснет. Вечные мучения, и они будут вечно там тоже. Но кто это будет, смотрите внимательно, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня. То есть, оказывается, многие люди, которые приступили к Господу, были с Богом, отступили, стали грешить, стали нарушать заповеди, не раскаялись, не покаялись. Остались во грехе, отступили от Иисуса Христа, и они тоже будут сожжены. Вот вам и ответ, можно ли потерять спасение? Можно, потому что люди отступили. Они отступили от Господа. И будут они мерзостью для всякой плоти. Кто-то говорит сегодня, как это возможно, ведь Бог любит тебя, как? Вот ты хотел бы, чтобы твой сын мучился вечно и так далее. Знаете, на небесах другая реальность. Представляете, ты выходишь, поклоняешься Господу и видишь своего близкого родственника, который не уверовал в Господа. И он будет мерзостью для тебя. Он будет отвратителен для тебя. Как это возможно? Да потому что на небесах не будет этих чувствований родственности. Потому что Библия говорит, что это Иисус сказал так, что на небесах ни женится, ни замуж не выходит, но пребывает как ангелы Божьи. На небесах нет семейных уст. Ты будешь помнить, что твоя мама это твоя мама, твой сын это твой сын, но такой родственных чувствований не будет, все будут поглощены Богом. Потому что на небесах, на небесах, на небесах, там немножко все по-другому, кардинально по-другому. Человек был женат здесь в этом времени на одной женщине, она умерла, он женился на другой. И что на небесах у него будет две жены, что ли? Или как это? Нет, но они там обе будут на небесах. На небесах чувствований, это непонятно как, но это небеса, ребят, это не объяснить, это непонятно как. Вот. И для тебя будут мерзостью те люди, которые отступили от Господа. Даже если там будут твои родные, потому что Бога ты возлюбишь больше, потому что кто, Иисус говорит, кто любит своего сына, дочь, отца, более нежели меня, не достоин меня. Ты будешь поглощен любовью к Богу. И говорят так, как это возможно, что это, как это, разве Бог своих детей бросит в озеро огненное, чтобы они мучились вечно и так далее. Ты бросишь своего ребенка. В Евангелии Атуанна, восьмая глава, стив 30, Иисус говорит слова, и многие уверовали в Него, в Иисуса. Тогда сказал Иисус к уверовавшим Него, верующим, в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, тогда вы Мои ученики истинные. Если вы будете исполнять Мои слова только тогда, вы настоящие ученики. Кто верит в Иисуса сегодня, но не живет по Слову Иисуса, тот не истинный, не настоящий ученик. Стих 32, и познайте истину, говорит Иисус, и истина сделает вас свободными. Начните практически применять истину и будьте свободными, не будете рабами. И дальше Иисус говорит этим людям, стих 43, почему вы не понимаете речи Мои, потому что не можете слышать Слово Моего. Сегодня много верующих, учеников, так называемых, христиан, людей, ходящих в церковь, которые не понимают речи Иисуса, которые не принимают заповеди Иисуса, которые изворачивают, извращают заповеди Иисуса, не поступая по Слову Иисуса. Иисус говорит им, почему вы не понимаете речи Моей, почему вы не можете слышать Слово Моё, почему вы слушать Его не можете, не хотите, почему вы его практически не применяете. И дальше говорит этим людям, этим верующим, уверовавшим в Него иудеям, ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человеку убийцы, от начала не устоял в истине, не устоял в истине. Он был в истине, он жил в истине, но отступил, не устоял. Сегодня христианин может жить в истине, но отступить, не устоять. И все, и отпадший, и отступивший, и озеро огня, в конечном итоге, если не покаяться, ибо нет в нем истины. И мы видим здесь, он говорит верующим, ваш Отец дьявол. Как Бог может так сделать, чтобы мучились Его детки? Как это возможно? Да они не в детки. Если они совокупились с дьяволом, они дети дьявола. Иисус сказал, ваш Отец дьявол. Ваш Отец сатана. И в книге Откровения, и у меня еще есть минутка, я вам просто немножечко наброшу, чтобы какие-то понимания были по этому поводу. Откровение 20 глава. И здесь говорится, что стих 10, мы читали, дьявол и лжепророк будут брошены, и зверь в озеро огненное, где будут мучиться вечно, во веки веков, день и ночь. И это то, что происходит в духовной реальности. В духовной реальности. Это после уничтожения земли будут поставлены престолы. Откровение 20 глава. Земля уничтожится. И люди придут на суд. Будут престолы поставлены. И будут люди судимы. И будет тысячелетнее царство Иисуса Христа. Не здесь на земле, а после уничтожения земли. И об этом, возможно, я поговорю в будущих видео. О тысячелетнем царстве. Поэтому благослови не всем, дорогие друзья. Христос умер за тебя. Христос распялся за тебя. Пролил драгоценную кровь, чтобы избавить тебя от ада. От вечных мучений. Люби Иисуса. Живи верою в Иисуса. Верь в воскресшего Иисуса. Сохраняй веру в Него. И заповеди Божьи. Благословение, друг. Время изучать Библию.